Мы продолжим нашу конференцию сегодня вот именно в таком порядке, потому что в конце, как вы знаете, Александр Прониславович Коченовский разыграет долгожданные первые призы. И я хочу по традиции, как всегда по понедельникам, начать с поздравления всех, кто сделал первый карьерный шаг. Это всегда важно, поскольку с этого шага начинается самое блестящее будущее, на мой взгляд. Сегодня Сильвермастера у нас есть во многих городах. Это Елена Бельтюкова, Ижевск. Это Александр Скрипин, Пижанка. Вера Столяренко, город Бикин. Виталий Малакугаевский, Ноябрьск. Людмила Таранова, Полазна. И Илья Игнатьев, Тюмень. А также Татьяна Лужбина, Москва. Это все были партнеры из России. Также представлена Италия, город Реджо-Ди-Калабрия, Тамара Марченко. И Анжела Зервикин, город Мажей-Кяй, Литва. Есть у нас вторая ступень карьеры «Золотые мастера». Сегодня также лидеры, которые за неделю закрыли этот второй шаг. Прошу прощения. Это Роман Салихов, Москва. Лариса Шадрина, Лапаевск. Светлана Федулова, Ижевск. И Ольга Басенкова, Хабаровск. И сегодня на золотой ступени дружная команда из России. Платиновые мастера открывает ряд японский партнер Такааки Ходжо. Японская команда стремительно развивается тоже. Зухра Караханова, Карачаевск, Россия. И Ольга Пепеляева, Пермь, Россия. И вот опять же хочу сказать несколько слов в адрес японской команды. Несмотря на то, что к ним информация доходит из-за переводов, из-за передачи информации. Как вы понимаете, всегда это сначала на английский, потом на японский и так далее. Гораздо позднее. Но они все равно успевают закрывать квалификации в срок и двигаться вперед с нами наравне. Я имею в виду российских партнеров и других стран, кому просто кто говорит на русском языке и понимает. Итак, Даймонд мастера сегодня, их тоже двое. И вот смотрите, один партнер из Канады, из Торнхилла. Это Вера Харитоник. В Торнхилле у нас группа развивается благодаря потрясающему лидеру Людмиле Строчковой. Она президент. И развивает группу. И вот есть партнер из Японии, Коджи Оикава, который сегодня закрывает раздел мастеров. Два этих партнера уже смело могут сегодня планировать свою работу в директорской команде. И, соответственно, готовится попасть туда, работать уже предметно со своими верхними спонсорами, как кандидаты в директорскую команду. Это здорово. Потому что директора, они имеют доступ к руководству компании, к особой службе поддержки. Им оказывается всегда дополнительная помощь. Поэтому, наверное, попасть в директорскую команду – мечта любого партнера изначально. И мы поздравляем всех, кто туда стремится. Я думала, что сегодня у нас будет рассказ об одном из лидеров. На самом деле мне такую информацию давали. Будьте добры, если есть у нас сегодня поздравления персональные от спонсоров, то можно перелистнуть страничку. Ну вот, видите, да, это так. И верхний спонсор Ирина Придатко, город Торонто, Канада, поздравляет своего личного лидера и хочет нам рассказать о Вере Харитоник. Я очень рада, что в моей структуре появился новый Даймонд Мастер. Это замечательный и очень светлый человек – Вера Харитоник. Вера все свое время посвящает помощи людям, работая в сфере альтернативной медицины. Причем, будучи хозяйкой собственного бизнеса, множество своих друзей она лечит бесплатно. При всей своей огромной занятости Вера, став инвестором в проекте Gem4Me, не смогла молчать и стала делиться информацией о проекте с другими людьми. Теперь она помогает людям не только стать здоровыми физически, но и обрести финансовую независимость. Вера неутомимый, талантливый человек. Она создает изумительные, вышитые бисером православные иконы. В ее доме царит атмосфера, особенная атмосфера, и там всегда приятно находиться. Вера – одна из тех людей, за знакомство с которыми я от души благодарю нашу компанию и проект Gem4Me. Поздравляю Верочку с достижением карьерного статуса Даймонд Мастер и желаю дальнейших успехов в продвижении по карьерной лестнице. Вы знаете, такая вот теплая традиция у нас есть – знакомиться с лидерами через искренний рассказ тех, кто ближе всех находится рядом с ними. Это, конечно, верхние спонсоры. Потому что кто, как не спонсор, знает все самое хорошее о том человеке, который он встретил на своем пути и с которым он прошел этот путь. И поэтому вот так вот мы можем прикоснуться к каждому практически, дотянуться до человека и как бы сразу почувствовать его очень близко. И вот такие слова, конечно, Ирины не могли оставить никого равнодушным. Мы сразу увидели, какой человек Верочка, Харитоник и насколько классные это лидеры. И, естественно, мы ждем таких лидеров в директорской команде. Ну и, конечно, очень хотелось бы узнать и про японского лидера. Надеюсь, что мы попросим прислать нам информацию о нем. Ну и вот интересные события. Как всегда, я вас знакомлю с тем, что прошло за этот период в нашей компании. Самые яркие события мы освещаем и рассказываем, опять же, через отзывы тех, кто эти события проводил, организовывал или участвовал в них. Состоялась потрясающая презентация «Джемфоми» в Хабаровске. 7 апреля, сегодня у нас 9-е, то есть 2 дня назад буквально, в Хабаровском офисе прошло замечательное мероприятие, которое провели лидеры Екатеринбурга. Зоя Самунова и Александр Пивовар, совместно с лидерами Хабаровска и Биробиджама. Зоя и Александр поделились с нами своим видением будущего и настоящего нашей любимой компании. Рассказали и показали о том, что нас ожидает в самое ближайшее время. Александр подробно объяснил, что такое блокчейн технологии, рассказал об уникальных возможностях новых финансовых сервисов и о том, что мы все сможем получить от их использования в самое ближайшее время. Зоя вдохновила всех партнеров, показав безграничные возможности нашего бизнеса. Офис был полон, даже не хватило мест, но это никому не испортило настроение, так как все получили заряд энергии и уверенности в нашем проекте. Оксана Татунь из Биробиджана присутствовала на этом мероприятии и тоже поделилась отзывом. От всей биробиджанской команды благодарю Зою и Александре за встречу. Очень интересно, доходчиво и легко воспринималась информация, после которой пришло еще больше понимания и уверенности в нашем проекте. Лично меня очень поразил тот факт, что компания Sinesis, помимо разработки нашего мессенджера, занимается очень важными проектами. Такой уровень профессионализма внушает глобальное доверие к компании и сотрудничеству с ней. Мы очень гордимся нашим советом директоров, лидерами и проектом. Очень здорово, что работа строится на таком высоком профессиональном уровне. Мы уверены в успехе и готовы приложить максимум усилий, чтобы добиться скорейшей реализации проекта и своих целей. Большое спасибо за встречу. Ну, приятно всегда получать слова благодарности, но это не все, что я хотела вам сегодня рассказать. Потому что эти события, они в любом случае всегда происходят по инициативе лидеров. И вот Зоя Саммонова, она прислала нам отзыв о своем отношении к спонсору. Давайте почитаем. Потрясающий просто отзыв. Вы видите на фотографии Эдуарда Витькова. Он, как всегда, весел. Дорогие партнеры, меня переполняют чувства, и я просто не могу с вами не поделиться. Хочу выразить сегодня слова признательности и благодарности человеку, который играет ведущую роль в нашей компании. Человеку команды. Одному из моих наставников, Эдуарду Витьков. Это настоящий гуру сетевого маркетинга. Бизнесмен, бизнес-аналитик, бизнес-наставник. Он много ездит по стране и не только. Постоянно знакомится с новыми людьми. Отсюда и скорость жизненных изменений, хобби, интенсивность в бизнесе и в жизни. Он очень интересный и разносторонний человек. Слушая его, заряжаешься желанием изменить свою жизнь. И самое главное, слушая Эдуарда, понимая, что изменить свою жизнь к лучшему под силу каждому. Главное не бояться и точно для себя определить, что важно в жизни. Именно важно, а не то, что хочется или должен. Эдуард советует своим партнерам каждый день определять, что для них важно. И тогда жизнь изменится к лучшему. Эдуард не делает культа из денег. Относится к ним как к инструменту для достижения целей. Он считает, что движущей силой проекта является воля. А деньги – это лишь способ быстрее осуществить задуманное. Меня всегда поражала и поражает его энергия и позитив во всем. А как легко находиться с ним рядом, чувствуешь себя как за каменной стеной. И в то же время понимаешь, какая это ответственность. Не просто находиться рядом с таким человеком, а вместе вести наш бизнес. И я поняла, что чем больше я с ним общаюсь, тем больше я расту сама. Глобальность, масштабность, важность и нужность нашего мессенджера передалась и мне тоже. Для Эдуарда не существует никаких границ в нашем бизнесе. Это человек слово. Сказал – сделал. Перед поездкой на каникулы мы договорились с ним провести два события – в Уфе и Ижевске. И даже не побывав дома, он с одного самолета пересел на другой и провел потрясающие презентации, брифинги и встречи для партнеров. «Благодарю тебя, Эдуард, за твою любовь к делу, приверженность компании, силу, мощь, за твою поддержку всегда и во всем. С уважением, семья Самоновых и Пивова». Вот такой потрясающий отзыв. И вот я не знаю, сделали ли вы себе пометки, но на самом деле я всегда говорю о том, что самое главное – это научиться отделять важные дела в своей жизни от срочных. Потому что срочные дела, они всегда отнимают у нас кучу энергии и никуда нас не ведут. А вот важные дела, они всегда нас ведут к цели. И если человек научился срочные дела оставлять на потом, когда он переделал важные, то тогда он будет двигаться к своей цели очень быстро. И вот Эдуард – это как раз тот человек, что это делать умеет мастерски. Ну и, конечно, любой человек хотел бы находиться рядом со спонсором, который всегда в позитиве, который никогда никого не строит, который всегда улыбается и всегда открыт. И даже если ему что-то не нравится или он с чем-то не согласен, он всегда находит позитив в любом событии, которое с ним происходит в жизни. И я всегда даю совет новичкам. Если вы хотите действительно очень быстро продвигаться вперед и кардинально изменить свою жизнь, старайтесь как можно чаще бывать там, где бывает Эдуард. Вот, например, кто из вас был где-то не очень далеко, с Уфой и Ижевском, ну на расстоянии какого-нибудь перелета и не прилетел туда? Могли бы прилететь для того, чтобы побывать там и даже могли бы прилететь не в одиночку. Еще раз побывать рядом с Эдуардом. Но, по крайней мере, я вам даю подсказки. Где он проводит события, нужно оказаться обязательно в каком-то из городов и желательно не в одиночку, а с каким-то новичком. Однозначно у вас и у самого произойдут изменения в жизни, и у вашего новичка однозначно все поменяется. Ну и вот послание от Эдуарда я хочу прочитать вам тоже, потому что это как раз вот о смысле. Потому что вся жизнь лидера, как правило, большого лидера, которого любят люди, она посвящена, она полностью пропитана смыслом. И вот этот смысл, он на первый взгляд не виден, потому что он очень глубоко. Но вот когда ты имеешь возможность побеседовать с человеком или почитать его мысли вслух, то ты понимаешь, что этот смысл пропитывает каждую клетку его мозга. Поэтому приходите на школы, посещайте мероприятия, будьте просто рядом и учитесь быть таким же, то есть поступать так же, и тогда в вашей жизни наступит все абсолютно по такому же сценарию. Дорогие друзья, наступает время, когда мы задаем себе вопрос, зачем я живу, для чего и для кого. И в этот момент приходит осознание, что жизнь проносится, как скоростной поезд, а ты ничего не сделал главного и важного. С пренебрежением относился к большим деньгам, роскошному дому, шикарному автомобилю, завораживающему хобби, не верил в счастливую семью, успешных детей, здоровых родителей, долгожителей. Но не стоит расстраиваться. В наших желаниях нас объединил смелый, масштабный, безграничный бизнес Jamfumi. 90% пути пройдено. Наступила самая ответственная часть – прийти к цели. На полкорпуса впереди конкурентов. И сегодня, когда мы на взлетной полосе, когда нам помогает подъемная сила, сотен тысяч людей, вдохновленных проектом, спросите себя, что я сделаю великого, став в шеренгу победителей. Как изменится жизнь моих родных и друзей? Каким я буду, когда достигну цели? Забудьте про сомнения. Сейчас они уже ни к чему. Отпустите все, что останавливает и приземляет. Дайте волю своим мечтам. И решительно несите в мир идею свободного народного мессенджера Jamfumi. Вы знаете, когда ты начинаешь этот бизнес, он кажется очень сложным, непонятным многим и неблагодарным. Потому что 80% наших усилий, они приносят, как правило, 20% результата. Очень многие люди говорят нам нет. А если мы кого-то и притягиваем, то совсем не тех, кого хотелось бы видеть рядом. И если вы продолжаете, и если вы вкладываете душу в то, что вы делаете ежедневно, то в какой-то определенный момент очень скоро вы заметите, что все поменяется. И это закон, когда ваши вложения уже не будут такими большими. Их нужно будет всего 20%. Но они будут давать 80% результата. И этот результат, как правило, у лидера, он выражается в словах благодарности. Когда его любят просто за то, что он есть, за все. За то, что когда-то был взгляд, когда-то была возможность услышать, когда-то была возможность учиться. Какое-то слово поменяло полностью твое мировоззрение. Какая-то школа, какая-то мысль. Просто потому, что ты поддержал, просто потому, что ты сказал очень важные вещи, которые не дали тебе упасть тому, кто рядом. Может быть, это был даже не ты. Может быть, даже лидер смотрел в этот момент на другого, но ты услышал. И, конечно, чем больше лидер, тем больше таких слов благодарности этот лидер получает. А самое главное, что редкостью является настоящий лидер. Вот такой бриллиант, бриллиантовый лидер в любом деле, кстати. Потому что лидеров много, но есть те, которые делают свой бизнес. Ну, например, ради собственных денег, ради собственного блеска, ради собственного величия. Ну, это нормально. Тоже бывают такие карьеристы. Но есть лидеры иного формата, которым недостаточно иметь лично больших денег, большого успеха, большого признания. Им важно, сколько людей они затронут в этот момент. Скольким людям они позволят подняться с колен. Скольким людям они смогут изменить жизнь. И вот если таких людей посчитать в нашем проекте, скольким людям изменил жизнь лично Эдуард Витько, лично это не значит, что он их спонсировал, а просто прикоснувшись к ним на каком-то из событий, мероприятий, на своем пути, то таких людей будет огромное количество. Это даже не сотни человек и не тысячи, а гораздо больше. Я уверена в этом. И поэтому я горжусь, что мы работаем вот именно с такими лидерами. И сегодня очень много слов хороших говорим об Эдуарде Витько. Но на самом деле в нашей команде все лидеры абсолютно похожи. Они как близнецы, я бы сказала. Потому что они работают друг с другом на одной волне, на одной энергии, открытости. Они открыто делятся своими секретами, своими какими-то особенными чертами, наработками. Они поддерживают друг друга в трудную минуту. Они очень похожи тем, что являются характеристикой в целом лидера высокого уровня. И, конечно, мы будем рассказывать вам каждый раз о каком-то из лидеров, стараться побольше знакомить вас. Потому что, я уверена, проект, он красив не только партнерами, разработчиками, теми, кто осуществляет его юридическую защиту, теми, кто его финансовую часть, ну, скажем так, проверяет или охраняет, защищает. Конечно же, в основном, любой проект, он всегда определяется людьми, которые его продвигают. Людьми, которые несут его, которые принимают эту идею, делают ее частью своей жизни, берут ее за основу и несут. И если бы не было таких красивых людей в проекте, то, конечно же, этот проект, может быть, и не был бы сегодня таким, даже я уверена, он бы не был таким ярким, таким невероятно уникальным, потому что действительно нам есть чем гордиться. Мы очень много чего преодолели, мы очень много чего достигли, мы очень много чего прошли и пережили вместе. И сегодня нас ждет очень большой взлет. Мы находимся на этапе очень большого нового старта. Этот старт, он будет приключением, новым приключением в нашей жизни. И мы даже сами до конца еще не можем осознать, куда нас все это принесет, куда нас это все вынесет. Потому что то, что мы сделали сегодня, практически никто еще не делал. Никто не делал и не пытался, а те, кто пытались повторить, они просто все сошли с дистанции. Потому что силами маленьких обычных людей, которые взяли и вложили в проект частичку своего сердца, своей души, не только деньги, потому что не деньги определяют успех, а именно усилия и энергия, энергия своей души. Когда сначала 10, потом 100, потом 1000, потом миллион людей подхватили эту идею и понесли. И они понесли ее, несмотря на то, что практически каждый день возникали трудности на пути. И в плане разработок, и в плане каких-то будней обычных, потому что они есть у каждого проекта. Но люди любили проект каждый день все больше. И вот эта любовь, она как раз и была самым большим движущим, таким, я бы сказала, двигателем, движущей силой проекта. Именно она позволила нам одолеть все препятствия и выйти вот на такой уровень сегодня. И я могла бы говорить об этом очень много, потому что люблю эту тему, но на самом деле вы ждете, ждете розыгрышей. И я должна еще быстро сказать вам о том, что нельзя забывать никогда о том, что мы параллельно с вами занимаемся благотворительностью. Я каждый раз напоминаю вам о том, что неделя прошла, и есть люди, которые обратились в фонд, и мы им помогаем все вместе, всем миром. Неважно, сколько мы вместе можем сейчас перевести, там от одного доллара до ста, и может быть и не каждую неделю. Но когда у вас есть возможность, я приглашаю вас присоединяться. И я хотела бы показать вам письмо, которое есть на этой неделе. Вот смотрите, Евгений Коновалов, ему нужна сегодня наша помощь, потому что предстоит очень сложная операция. И, конечно же, мы будем помогать Евгению. Он один из партнеров. Еще с 2009 года в его жизнь ворвалась ситуация, когда он попал в аварию, и все полностью поменяло. Сегодня у него инвалидность третьей группы, и нужна замена суставов. И, конечно, он без нашей помощи не справится, а он еще молод и полон сил, и, конечно, вся жизнь впереди. Поэтому давайте продолжать нашу работу, давайте будем помогать. У нас есть возможность переводить на карту, поддерживать Евгения словами, как всегда, или делать перевод через бизнес-центр. Ну и вот я просто напомню, что Тонечка Новоселова подсказывает, что с Жени Коновалова началась вся ижевская структура. Вот эти все потрясающие лидеры, которые сегодня там работают, именно благодаря вот этому потрясающему человеку вообще поверили и узнали о нашем проекте. Поэтому, конечно, мы очень хотим помочь Евгению восстановиться. И всего ему самого наилучшего желаем уже прямо сейчас. Но я, конечно, знаю, что вы все поддержите Женю, и я уверена, что вот видите сейчас на экране график. Я вам говорила о том, как важно быть рядом с лидерами, которые приезжают к вам на события. Вы видите, 14-15 апреля это Тюмень, 21 апреля это Уфа и 22 апреля это Перми. Если у вас не получается бизнес, или идет не так, как вы хотели бы быстро, найдите возможность, берите своего партнера и летите в тот город, который рядом, который ближе всего. И я уверена, что у вас будет взрыв бизнеса, развитие гораздо быстрее, чем нежели вы останетесь просто дома. Я вам желаю успеха и передаю микрофон Александру Борисовичу Кочановскому, который уже готов сейчас провести волшебный, волшебный самый этап нашей сегодняшней встречи. Всего доброго, до новых встреч.